здравствуйте мои дорогие ребята мы продолжаем победную серию ответов на ваши замечательные вопросы поэтому если вы еще не знали свой вопрос обязательно делайте это в комментариях под этим видео и мы будем разбирать каждый и отвечать на каждый вопрос вот в таком вот формате видео ответов либо же в формате live трансляции сегодня у нас просто обалденный вопрос от руслана равилова звучит примерно так как вы относитесь с точки зрения полезности питания к роллам из суши в филадельфии сливочный сыр рыба авокадо и рис вроде ничего криминального хотелось бы узнать ваше экспертное мнение огромное спасибо руслан за ваш замечательный вопрос поехали разбираться ребята и перед тем как я дам ответ на этот замечательный вопрос как всегда призываю вас присоединяйтесь к моему пг марафону что такое пг марафон ссылка здесь как присоединиться к марафону под этим видео в описании поехали разбираться руслан огромное вам спасибо за прекрасный вопрос вообще история с пищей история с готовкой для меня всегда родная обожаю готовить моих марафонах я постоянно готовлю делюсь с вами рецептами делюсь с вами разными блюдами которые не только потрясающе вкусные но и обалденно полезны руслан история с суши и роллами для меня тоже близко я обожаю японскую кухню и считаю ее одной из самых полезных во первых отсутствие полное либо минимальное отсутствие тепловой обработки во вторых чистейшие продукты если мы говорим о не замороженной рыбе но даже замороженная рыба все равно сохраняет хоть и частично свои полезные свойства когда вы спрашиваете о том насколько полезны суши филадельфия я могу вам сказать положа руку на сердце обалденное блюдо абсолютно руками обеими за да это не проходит по кетозному образу питания потому что это белый рис да может быть это не проходит по какому-то супер пп способу питания потому что это опять же белый рис они буры но друзья мои давайте посмотрим правде в глаза покажите мне какое количество жителей японии вы видите с ожирением против например какого количества жителей соединенных штатов америки вы видите с той же проблемой какая продолжительность жизни у наших японских друзей одна из самых высоких на планете и это люди которые кушают белый рис на ежедневных основаниях поэтому пожалуйста давайте взглянем правде в глаза и поймем что японская кухня это один из основных если не основной инструмент долголетия средняя продолжительность жизни за 85 лет это невероятный показатель только страны с большим употреблением морепродуктов в скандинавском регионе в азиатском регионе могут похвастаться такой колоссальной продолжительностью жизни против стран которые больны продуктами полуфабрикатного происхождения поэтому мой вам совет кушайте на здоровье суши если есть возможность вообще заменить чертовой матери все блюда на суши на роллы на сашими на любые японские продукты которые будут вам давать полезнейший белок минимум тепловой обработки поэтому кушайте руслан на здоровье абсолютно не переживайте за какой-то гипотетический вред суши это прекрасный полезный продукт главное это следить за техникой кухни чтобы вы не дай бог не подходили каких-нибудь паразитов и главное это следить за качеством продуктов которые используются для приготовления потому что хоть и обалденно полезные продукты насыщены витаминами минералами что уж говорить о только одной морской капусте которая является одним из самых потрясающе полезных и концентрированных по количеству питательных витаминов и минералов продуктов на планете но есть одна проблема это экстра чувствительность к способу хранения это экстра чувствительность к способу транспортировки поэтому так важно японской кухни это отсутствие заморозки наличие свежих продуктов будьте здоровы руслан огромное вам спасибо за замечательный вопрос ребята огромное вам спасибо за то что вы тратите свое время на просмотре этих видео на то что вы тратите свое время на просмотре лайв эфиров огромное вам спасибо за ваше время ребята если вы еще не подписаны на канал обязательно нажимайте кнопку здесь нажимайте рядом звоночек чтобы не пропустить лайв трансляции спасибо вам огромное Ребята, за ваше время И мы двигаемся только вперед